добрый день друзья с вами как всегда я Олег Дубовой я приветствую вас на канале пасека у реки не знаю передает камера или нет но у нас сейчас идет дождь не сильный но он идет буквально три часа тому назад у нас был разовой дождь и такой же дождь был у нас вчера позавчера а позапозавчера у нас светило солнце и летели раи сейчас синоптики обещают нам тоже где-то на три на четыре дня грозовые дожди а потом солнце и опять полетят раи и так у нас уже наверное месяцев пять подряд вот мне звонят мои друзья товарищи подписчики и спрашивают Олег посоветуй посоветуй что нам делать один мой подписчик сказал вообще я когда начал заниматься пчелами я хотел иметь для себя 5 ульев но когда они входят в райвое состояние захожу на youtube и мне все советуют делай отводки делай удар по матке удар по маточнику еще куда-то там удар я уже до разделялся до 30 уликов они мне 300 лет столько не надо есть какой-нибудь способ чтобы сохранять силу семьи выводить пчел с райвого состояния я смотрел там вот вытрушивают что-то но мне это тоже вытрушивание шоу не нравится что-нибудь побыстрее попроще но надежно есть и я решил с вами сегодня этим поделиться и так способ первый вот это у нас одна семья вот это вторая семья вы пришли на пасеку открыли семью достаете рамку я как правило всегда достаю центральную рамку кстати у кого мало форматная улья на которой я вот перехожу тем легче посмотрел а райвых маточников нет отлично ну у тех у кого 300 рамки тем тогда придется немножко пазлы типа перелаживать достаем один пазлык на 300 рамку смотрим а вот райвой маточник маточники мы снимаем проверяем остальные рамки и просто меняем местами рядом стоящий улья это называется рокировка об этом я уже рассказывал у меня есть видео но не надо ждать маточника один мой товарищ и я на протяжении уже нескольких лет практикуем такой способ мы не ждем роевых маточников я сегодня пришел проверить семью посмотрел маточников нету но я ее допустим крайний раз я ее проверял где-то семь восемь дней тому назад шесть дней тому назад и неважно если здесь маточник нету здесь маточников я меняю ульями сталь это просто прошел на пасеку оттянули снял снял поставил поставил все пчелы получается через определенный промежуток времени получают определенный стресс и они не входят в роевое состояние вот если у них маточников нету но поверьте желание краению у них все равно есть потому что то ли их вентиляция может не устраивать то ли погода то ли взяток то ли еще что-нибудь то есть где-то что-то какие-то мысли даже если у них назревает вот этот способ вот это у них все сбивает значит по поводу того что пчелы получили стресс они будут слабо работать извините меня но когда пчеловод приходит на пасеку и начинает вот это вот по пять минут на каждой рамке что-то там ковырять и искать вчерашний день это еще больше стресс поверьте но ни к чему не приводящий то есть они перестают в этот день нормально работать а в райвое они войти могут маме не ходить в этом же случае когда вы пришли он взяли себе за правило там из каждых на каждый восьмой день менять корпуса местами да не стресс получили но и не в райвое уходить не будет и так у меня сохраняется сила мощь семьи у меня пчелы входит на 10 рамках те пчелы которых я оставляю для себя вот я забыл уже когда на пяти рамках запускал а те которые у меня на 145 на 145 корпусах у меня 12 рамочники я вот так вот на 12 рамках и и запускаю тоже то есть сила семьи остается и с райвого они от мыслей роиться они отходят и второй способ кто не хочет вот это вот передвигать просто только никому не говорите подрежьте крылышко одно у матки будет все хорошо подрезали и все рой вышел матка упала пропала рой опять зашел в этот же улик они выведут себе новую матку тем самым они обновят матку в этом году они уже роиться не будут сила семьи сохранится но опять же сила семьи когда я говорю сила семьи сохранится это не значит что пчеловод должен лечь на печку больше ни черта не делать то есть он должен следить за объемом улья он должен смотреть за кормами если безяточный период значит на пчел надо чем-то подкормить отключая их надо подлечить то есть это само само разумеющееся но если вы все будете делать правильно правильно то есть и и вентиляцию им дадите и под кормку все то роиться они уже с молодой матка в этом году не будут что касается первого варианта когда меняешь что там рассказать а вот они матку убили ну убили дальше что одно убили вторую выведут в тот момент когда семья выводит матку она не перестает работать она продолжает же носить нектар она продолжает носить пыльцу все чистить и опять же с молодой маткой они больше роиться не будут и сила семьи сохраняется то есть вот это два способа которые железно сохранят силу семьи не надо будет вечно расширять эту пасеку до непонятно каких пределов то есть все будет хорошо что друзья мои я что знал рассказал чем мог я с вами поделился а теперь я пойду потому что слышу опять грохочет опять сейчас врежет грозовой дождь ливень всем пока по скриптум для тех кто досмотрел до конца маточники даже можно и не обрывать или если вы обрываете и пропустили маточник и поменяли корпуса местами ничего страшного они не зароятся пчелы эти маточники выгрызут эта информация для самых усидчивых все пока